Круто вообще, они так крепко держат. Ну я как ее? У вас серьезные случаи на стройке были? Ручка начала дребезжать или играть? Хочется гармонии. Ой, ладно, я в деревне жила. Хе-хе-хе, на секундочку. Тебе пришла пора устанавливать маячки. Наидобрейшего всем утра, и мы спускаемся в подвал. А значит, работа у нас будет сегодня именно здесь. Я только проснулся. Прежде чем мы с вами начнем работать над подвалом, я хочу рассказать вам одну из самых таких животрепещущих проблем, которая тревожит не только самостройщиков, но и людей, которые живут в собственных благоустроенных квартирах. А именно проблемы с пластиковыми окнами. Порой даже те самые проблемы, которые мы не замечаем, и думаем, что окна у нас установлены правильно и качественно. Я с этой проблемкой столкнулся, и хочу вам ее в начале видео пояснить, рассказать и решить. А дальше уже те, кто смотрит мой канал, останутся с нами. А те, кто зашел просто посмотреть на правильную регулировку окна, пойдут регулировать окна уже в своей квартире. Так вот, о чем я хотел вам рассказать. Я поставил с моей женой пластиковые окна. Вот в этом видео можете посмотреть, там было 2 или 3 части. Но мы их не настраивали. И когда я начал уже досконально вникать во всю тематику, я понял, что с завода они пришли ненастроенными. Но также эта проблема влияет не только на тех, кто решил поставить окна сегодня, а на тех, у кого они уже стоят давно. Но порой бывает, что фрамуга провисает, у кого-то она продувает, у кого-то ее переклинивает и так далее. А я решил настроить свои окна, я уже их начал, и заодно показать вам, какие возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Что нам нужно из инструмента, пойдемте. Я уже выбрал, это крестовая отвертка точно, потом шестигранник на 40, он может быть любой конфигурации, неважно, не обязательно такой, и плоскогубцы. Еще для теста можно, конечно, использовать лист А4, для того, чтобы узнать, насколько они у вас прилегают или не прилегают. Больше ничего не нужно. Знания и простые навыки помогут отрегулировать окно и вновь сделать его стражем комфортного температурного режима в доме. В этом, я надеюсь, я вам сегодня и помогу. Первое, о чем хочу сказать, это настройка режима лето-зима. Для этого нам понадобится шестигранник 4 мм, либо, как в некоторых конструктивных особенностях окон, типа моего, шестигранник не понадобится, нужно будет просто плоскогубцы. Теперь о главном. Как распознать прижимы? Эти составляющие окон ПВХ расположены по периметру створки. Они отвечают за то, чтобы створка максимально плотно прилегала к раме. Прижимы имеют форму эксцентриков. И для того, чтобы осуществить регулировку прижима, необходимо прибегнуть к вращению эксцентрика при помощи 4 мм шестигранника или, как я уже сказал в моем случае, при помощи плоскогубцев. Для перевода фурнитуры в зимний режим необходимо повернуть эксцентрики меткой в комнату. Метка – это самое толстое место на эксцентрике. Для перехода на летний режим в сторону комнаты должен быть повернут самый короткий радиус эксцентрика. Проверьте на своих окнах, как у вас это настроено. В идеале регулировка пластикового окна должна производиться специалистом. Но, уверен, благодаря моим нехитрым советам вы легко справитесь с этой задачей. Если регулировка прижима пластиковых окон требует не более двух раз в год, то аварийные ситуации, связанные с балконной или оконной ручкой, могут возникать куда чаще. Вам наверняка знакомо это неприятное ощущение, когда ручка вместо того, чтобы плотно держаться, ходит при нажатии ходуном. Отрегулировать в пластиковых окнах расшатавшиеся ручки можно при помощи подтяжки их креплений. На одном из моих видосов, когда мы устанавливали окна, хотел поправить вот это крепление, я мучился для того, чтобы его отщелкнуть, не думая о простом банальном моменте. Если у вас ручка начала дребезжать или играть, подтянуть ее можно крестовой отверткой, но для того, чтобы снять эту штуку, нужно всего лишь взять так пальчиками, немножечко потянуть на себя, вот таким образом, и она очень легко поворачивается. Я этого не знал и пытался руками это все вращать. Вторая проблема, это когда ручка сломалась и требует замены. Процесс ремонта начинается опять-таки с отворот заглушки и открутки двух расположенных под ней болтов. Новая ручка вставляется на место, только что вынутой, и затягивается все теми же болтами. Покажу вам еще один момент, с которым столкнулись недавно мои родители, когда я к ним приехал, они говорят, Денис, мы сломали дверь, не знаем, что сделать, может ты поможешь. Иногда происходит вот такая проблема, когда у вас окно открылось в трех положениях, и его закрыть невозможно. И сверху открылись ножницы, и здесь она, и все это невозможно никак закрыть, все крайне просто. На каждом окне есть такая секретная кнопочка, отвечающая за это. Она находится вот здесь. Просто нажав ее, придавив окно верхней частью, вы делаете в режим открывания его, отпускаете этот козырек, и окно у вас работает по-нормальному. Как я и же говорил, сложного здесь ничего нет, и если вас пытаются развести, предлагают, что настроят ваше окно за какую-то сумму, зная эти маленькие секретики, вы можете очень смело настроить его сами, так как вам это необходимо поднять, поправить лево-право, поправить по диагональке. Это все делается очень-очень просто. Ну, все, идем в подвал, работа. Итак, для установки маяков в цоколе мне понадобится лазерный уровень, но если у вас его нет, вы можете использовать простой, просто лазерным намного удобнее, поверьте мне. Сейчас мы отстреляем первую плоскость в той стороне, потом в этой стороне вторую плоскость, натянем шнурку, по ней уже установим стальные саморезы. Высота до потолка в цоколе у нас 2600, маяки 3 метра. Для удобства работы обрезаем лишнее. Длинное провило нам не подошло бы для работы в цоколе, пришлось немножко его отверлить, теперь оно прямо в аккурат. Ну, чуть пониже, но им будет удобно устанавливать маяки алюминий. Засверливаюсь под первый маяк. Вот видите, получается. Ровненько полотен. Теперь в другую сторону. Подготавливаем отверстие подкрепление дюбеля маяка, ровно по линии шнурки. Что бы я без нее делал? У меня шикарный напарник. Натягиваем и фиксируем шнурку. Это, конечно, здорово. Я даже на стуле не достаю. Что это? Жалко, что напарник не везде достает по росту. У нас есть одна проблема, с которой мы столкнулись. Очень большое расстояние от стены в нижней части соприкосновения. Завалена стена, получается, врасклин. И этот вопрос надо как-то решить. Ну, наглядно вы это уже видели, но я еще покажу. Смотрите. Видите, какие участки? По 7 сантиметров примерно. При том, что наверху идеальное прикосновение. И для таких участков это крепление для маяков под штукатурку. Устанавливается она вот таким вот путем. Ставим маячок в это место. И этим клинышком вот таким образом просто поджимаем. Вот. Видите? Прикольно, да? И все, и маяк стоит. Увеличивает расстояние всего на 1 миллиметр. Так что важно, если вы начали ставить их, то надо ставить их по всей плоскости одной стены. Теперь пришла пора устанавливать маячки. Круто! Вообще они так крепко держат. Класс! Я об этом мечтал всю свою жизнь. Слушайте, ну прям супер. Прям супер. И теперь я просто буду забрасывать под нее, потихонечку формируя слой. И маяк сам по себе примет нужную форму. И не надо сейчас накидывать большие бочки сюда, вот в эти места. Все это намазывать, мучиться. Все это будет падать. Вообще супер. Прям круто. Прям круто. И главное, что ровно. Идеально ровно. Мне нравится. Так, ладно, давайте все остальные поставим. Как всегда, самые крутейшие кадры остаются за кадром, друзья. Мы сейчас решили спустить цемент. Три мешка сошли удачно. А четвертый при опускании порвался. Его разорвало пополам. Как там эта шутка? У вас серьезные случаи на стройке были? Нет. Будут. Там, где саморез далеко не отходит от стены, там маячки мы будем ставить на раствор. Ну, это вы уже видели. Вот по этим ссылочкам, может еще раз посмотреть. Пойдемте наверху поговорим, там эхо нет. Появилась какая-то усталость смены направления. То есть хочется какую-то другую работу уже делать, потому что штукатурка, ну вы видите, я живу в ней, я уже устал. Смена деятельности. Поэтому мы сделаем таким образом. Пойдем. Сейчас Женя покрасит, покрасит колпаки. А тем временем я пока подготовлюсь. Дети там мультики досмотрят. И мы с вами съездим на рыбалку. Завтра мы уже с вами продолжим работу. Сегодня прям это вообще не идет. Я не понимаю, что такое, но я прям работаю из-под палки. А это самое плохое в стройке, когда работаешь уставший. Давайте будем честными. У меня сезон еще не прекращался с 2019. Всю зиму мы работали. Лето опять началось. Я работаю. И надо иногда давать себе такой маленький-маленький отдых. Тем более, что я сегодня уже отработал 6 часов. Она оказалась тяжелее, чем я думала. Давай. О, ты пока... Они все не покрашены. Я тогда пока прокашу, пока тебя жду. Это называется «Решил Денис отдохнуть». Вот она рыба моей мечты. Держи, дочь. О, отлично. И рыба побольше пошла. Жень, забирай. Ну я как ее? Это называется «Городские ребята приехали на рыбалку». Ой, ладно, я в деревне жила. На секундочку у бабушки. Просто я не вижу. Сегодня у нас будет уха. Ага. Давай. С маникюром прям. Поправь мне червяка только. А что, нормально? Ну все. Давай покормим рыбок. Высыпай. Я тоже. Все. Рыбок покормил. Молодец. Покажи. О, у нас их 5 недель будем есть. Кот будет очень рад наш. Ну, если он будет их есть. Он скажет «Приготовьте мне, как вчерашнюю мышь». Я не знаю, насколько меня слышно или нет сейчас. Ветер тут гуляет очень хороший. Конечно, среди моих зрителей таких нет людей. Но вот интересно, как чувствовали себя ребята, которые уезжая оставили вот это. Наверное, им было не совсем хорошо. А может им было очень хорошо. Но это, конечно, очень неприятно. Это очень неприятно видеть. А мы продолжаем работы. Замешиваю состав для растворных маяков. Также подготавливаю оставшиеся маяки по высоте комнаты. Работать с бетонной стеной, конечно же, намного приятнее, чем с пеноблочной. Не нужно вклеивать сетку, не нужно подготавливать это все клеевым составом. Сразу набрасываем раствор для установки маяков. Единственное, что придется пройти бетон контактом, но это уже, скорее всего, в следующей серии. Серьезность данной работы подтверждает выражение моего лица. Установка маяков на раствор – это самый простой способ. На каждой линии маяка находится около пяти саморезов. В моей задаче просто соединить шляпки саморезов с профилем маяка. Кстати, к вопросу о горючести гофры. В прошлом видео про подвал, где я использовал черную гофру, мне сказали, что это неправильно. Надо использовать серую. Может быть, я не прав, но в магазине мне посоветовали черную. Чтобы не быть голословным, мы сейчас проверим с вами, что именно из этого всего горит или не горит. Делаем вот так. Нормально? Для чистоты эксперимента будьте вместе. Лучше всего передать огонь через бумагу. Она даст больше жара. Итак, давайте вот рядом расположим. Сейчас, сейчас, мы сейчас все зажжем тут. Слушайте, а ведь действительно, смотрите. Друзья, вы совершенно правы. Она горит. Еще и капает. Ну-ка. Попробуем вот так. Признаю свою ошибку, да? Был неправ. Вот что творится с черной гофрой. Так, ну и что делать теперь? Переделывать-то я все это не буду уже. Но в магазине им скажу, что они некомпетентны. Какой вывод из всего этого я делаю? В том, что серая гофра отлично подходит для внутренних работ, но не подходит для внешних, так как ультрафиолет ее разрушает. А черная гофра, она прекрасно горит и не подходит для внутренних работ, но хорошо подходит для внешних, потому что ультрафиолет ей безразличен. Вот что мне удалось наделать, каких дел за это время. Хочу сказать, что идет велотекущий, потому что есть какая-то небольшая доля усталости именно от этих работ. Честно говоря, конвейерные работы, когда что-то монотонное и долго делаешь, для меня это прям зло. Я люблю какие-то работы интересные, чтобы... То есть вот электрика для меня, она прикольная. Но установка маяков, установка штукатурка, эти монотонные набрасывания, блин, это тяжело. Это не тяжело физически, это просто... Не люблю конвейер, как я уже сказал. Но мысль о том, что в этом подвале будет скоро, меня, конечно же, просто восхищает. И мечты, вот эти мысли, как это все будет классно, они дают силу. Весь мой канал, он потихоньку, как вы заметили, уже приобретает не конкретно тематический ресурс, а какой-то более такой сериальный вариант, что здесь там немного показал, здесь поехал на пасеку, куда-то съездил, отдохнул и так далее. Не знаю, как вам это заходит, интересно или нет. Или бы вы хотели, чтобы я просто фигачил на стройке и показывал конкретно строительные моменты. Посоветуйте, напишите ваши мысли, но честно, мне лично заходит больше такой жизненный вариант развития событий, сериальный такой. Мне интересна ваша обратная связь, нравится ли вам вот в таком ключе, или все-таки мы будем в стандартном, традиционном, не знаю. Тут есть и плюсы, и минусы, и в последующих роликах я, наверное, об этом буду иногда возвращаться и рассказывать. Ну, а на сегодня вот такая работа. Не знаю, понравился ли вам фильм. Если понравился, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Если не очень, то смотрите видосы, которые я снимал до этого, или ждите следующих. Скоро они будут. Каждую среду мы что-то выпускаем, стараемся выпускать. Я очень рад был поделиться с вами этим выпуском, буду рад, если он кому-то пригодится. Ну, а я прощаюсь с вами, до скорых встреч, до следующей среды. Пока-пока. Все.